Добрый день, меня зовут Сергей Проказин, студия ДК Дизайн, генеральный директор. Я вам расскажу по поводу акустической отделки помещений. На последней конференции было множество вопросов к товарищам из Процеллы, которые строили фальшстены. И это показало то, что тема очень важная, тема интересная, потому что мало кто себе представляет, как правильно строить акустику помещения. Как бороться с резонансами, со стоячими волнами и прочими делами. Давайте небольшая такая вводная часть. Домашние кинозалы, собственно, бывают, как мы видим, в отдельно построенных для этого помещениях и в гостиных. Ну, в гостиной это нам не очень интересно, хотя мы потом немножко остановимся на том, как можно чуть-чуть поправить акустику помещения, используя всевозможные рассеиватели, ну и какие-то материалы, которые могли бы, в принципе, неплохо смотреться в интерьере. Говоря о домашнем кинозале, ну, мы прежде всего говорим о том, что это акустика встраиваемая. То есть она у нас выбирается в стены, так, чтобы ваш заказчик, входя в кинозал, не отвлекался ни на какие-то отдельно стоящие красивые колонки, которые, ну, мало того, что не очень предназначены для кинозала, они при этом еще и там имеют свойство бликовать в темноте. И по возможности акустику, которая находится в нашем кинозале, лучше прятать за экран, внутри стен, в потолке, ну, там, где есть такая возможность. Вот это наш синий кинозал. В принципе, здесь мы видим акустику только потому, что она должна демонстрироваться, а так, по большому счету, она вся должна быть спрятана, ну, по крайней мере, фронтальная, за экран, если мы говорим о стандартных чиксах, то есть она должна быть полностью скрыта экраном и располагаться на расстоянии 5,8 от нижнего края экрана. Дизайны. Дизайны могут быть, ну, практически какие угодно, при использовании нашей акустической оболочки. То есть в данном случае мы видим полностью спрятанную акустику в стены. Единственное, с чем взаимодействует заказчик, это стойка с аппаратурой, больше его ничего не отвлекает от просмотра кинозала. Это просто примеры дизайнов. Мы эту презентацию готовили для дизайнеров, чтобы они себе представляли, что можно, в принципе, сделать в помещении. А попросить у вас эту презентацию? Да, можно, без проблем. Соответственно, мы сейчас сразу, наверное, об этом скажу, начинаем делать цикл лекций для дизайнеров, поэтому если вы работаете с какими-то дизайнерами, можете их всех собрать группой, сюда привезти, мы им прочитаем данную презентацию, ну, или какую-то более расширенную, и у них сразу же отвалится масса вопросов по тому, как сделать правильный домашний кинозал. Это для гостиных. Что мы решаем, какие вопросы с помощью нашей акустической оболочки? Ну, первое, это, естественно, сделать акустический комфорт в помещении, то есть, чтобы не было стоячих волн, чтобы не было переотражений неправильных, чтобы не было резонансов, то есть, комната должна иметь ровную частотную характеристику. При этом мы уделяем внимание дизайну, да, то есть, здесь мы разработали две системы наших модульных конструкций, которые позволяют делать помещения с прямой геометрией, там, где стены и потолок параллельны друг другу, но при этом решаются все проблемы с переотражениями, и конструкция, которая позволяет делать наклонные стены, как вот в синим зале. Вот, соответственно, здесь мы видим проблемы, да, которые люди не решают в своих инсталляциях. То есть, здесь мы видим батареи, которая наверняка даст какие-то свои призвуки, совершенно не сделана никакая не акустика помещения, а ТИЧИКС какой-то сертификации и требованиях тоже здесь никакой речи не идет, поскольку акустика расположена совершенно не на тех местах, где требуется. Ну, здесь претензии на дизайн, которые, в общем, тоже, ну, не кажутся правильными. Машины обрабатывают свойства. А? Да. Ну, это вот часто, да, бывают такие вещи, когда у нас с классическими столиками и комодами соседствуют достаточно современные полки. Ваш правильный. Нет, это вот просто взято из интернета. Ну, или вот, да, провода, которые лежат на полу, которые совершенно не украшают интерьер. То есть, это все вещи, которых мы стараемся избежать. То есть, 90% всех представиваются. Ну, да, да, то есть, а все из-за того, что люди, в принципе, не очень себе представляют, как правильно сделать такое совмещение. Вот, сейчас наша задача настроить вот именно такую схему взаимодействия. То есть, дилер, ММС, заказчик, дизайнер. Чтобы все было взаимосвязано. Сейчас разрабатывается система поощрений. То есть, дизайнер, как вы знаете, не будет работать с дилером, если он не получает какой-то части прибыли. Конфет. Да. Ну, поэтому, как Алексей Шинков сказал, мотивационная группа. Вот. Это очень важно. Поэтому мы предлагаем делать циклы лекций для дизайнеров. Первая, точнее, вторая, такая встреча планируется на 8 число. Поэтому, если у вас есть интерес и есть возможность пригласить дизайнеров, уже можете это сделать и приезжать к 8 ноябре. Так. Ну, собственно говоря, начиная разговор об акустической оболочке, что можно сказать? Ну, прежде всего, это легко собираемая акустическая конструкция. То есть, вам даже не обязательно привлекать нас, как производителей. Наверняка, в детстве у всех было лего. И мы постарались сделать эту конструкцию настолько простой, чтобы люди могли самостоятельно собрать ее в любом помещении. На производстве мы сразу делаем комнату под размер вашего помещения со всеми необходимыми расширителями, чтобы она точно и четко встала в ваше помещение. И вам не пришлось там что-то подгонять, руками делать. То есть, покупаете комплект и устанавливаете его в свою комнату. Извините, а замеры помещения ваш предсоедатель делает или национально? Замерить, не приятно вам предоставить размеры. Ну, вообще, размеры помещений, если вы способны это сделать сами и правильно, с учетом всех труб, коммуникаций, лучше, если это сделаете вы. При этом желательно, чтобы были еще фотографии помещения. Поскольку зачастую бывает, как в цокольных этажах, например, вот такие балки несущие, или же какие-то проходящие трубы коммуникации, канализации или вентиляции, ну, чего угодно. То есть, транзитом через цокольные помещения очень много всего идет. И с этими вещами тоже приходится бороться, учитывать их при проектировании комнаты. И по вентиляции я потом расскажу. А вот если эта балка несущая какая-то, да, то есть ее просто нужно как-то красиво обойти. Ну, и для этого уже нужно выстроить конструктив, который мы сможем посчитать, сделать, и вы уже потом при установке сможете легко с этой балкой побороться. То есть, это делается не в готовое помещение, а когда только идет ремонт, правильно? То есть, вот это можно сделать в готовом помещении, если у вас у заказчика вдруг в какой-то момент сделана полностью квартира, дом, здесь нет грязных работ. То есть, мы вас избавляем полностью от всех замешиваний бетона, покраски, пиления. То есть, эту комнату можно собрать в чистом помещении. То есть, единственное требование у нас, это просто ровно и полно, который можно установить всю эту конструкцию. То есть, здесь нет грязных работ вообще. То есть, мы можем пособирать в бетонной экономке, а так и в комнате. Да, зачастую там бывает так, что весь дом еще в бетоне, а поскольку данный проект можно сделать в течение полутора месяцев уже с чистовой отделкой, то можно эту комнату сделать, закрыть на ключик, отдать заказчику, и там, если ему когда-нибудь становится скучно или он раздражен очередными задержками строителей, он может зайти в эту комнату и посмотреть кино, успокоиться. А электрики еще не электрики? Ну, провод от щитка. Ничто не мешает. Сколько квадрат будет стоить? Давайте сейчас попозже об этом поговорим. Говоря о чистовом дизайне, мы можем предложить вам дизайн, например, типа китайского, как на правой комнате, ну, или что-то похожее на самый маленький зал здесь, в ММСе, так и достаточно сложные дизайны в классическом интерьере, с полуколоннами, со сложными потолками, с кессонами, там, с красивым полом, с резными, там, какими-то дополнительными вставками. Естественно, это будет дороже, но это немножко больше по времени, но, по крайней мере, какие-то стандартные элементы дизайна, они будут у нас уже храниться на складе, и далее нам достаточно просто будет задать цвет дерева которого, или, собственно говоря, шпон, из которого хочет заказчик получить свой кинозал, чтобы как раз уменьшить время инсталляции, вот мы идем как раз по этому пути стандартных элементов дизайна. А инструкция по сборке, как в лего? Ну, примерно, да. Я сейчас дальше покажу. Там действительно нет ничего сложного. А вы уже где-то делали такое? Уже опробовали? Вот, смотрите. Это реально уже все. Вот мы получили вот такую комнату от заказчика. Здесь мы видим вот наши как раз проблемы с воздуховодами, канализация, вода, батареи. Здесь еще какие-то трубы идут. Ну, то есть, это все нужно было каким-то образом решить. Мы попросили сделать нам ровный пол, они постелили фанеру. И далее мы вот начали устанавливать нашу модульную конструкцию. На самом деле, здесь всего лишь четыре элемента. То есть, первый элемент – это вот такой модуль. Ну, технологический образец вы можете здесь увидеть. Он, на самом деле, гораздо сложнее, чем здесь исполнен. Здесь мы имеем мембрану низкочастотную, которая повернута в двух плоскостях, чтобы избавиться от параллельности стены потолка в помещении. Которые нам как раз и дают те самые переотражения, наложения волн, с которыми и надо бороться. То есть, это первый элемент. Второй элемент – это подставочки под эту модульную систему, которая установлена на стыках. И, собственно говоря, разделители, которые нам позволяют регулировать ширину комнаты. То есть, если у нас не укладывается еще один модуль, то мы просто чуть-чуть расширяем вот эти расширительные элементы. Ну, а ты у нас в любое помещение укладывается уже кратное количество модулей. А еще и сделаны модули. Модули очень тяжелые, попробуйте потом. Сделаны из МДФ. То есть, основная проблема в любом помещении – это низкочастотное поглощение. Здесь мы работаем как с поглощением, так и со звукоизоляцией. Чтобы получить звукоизоляцию в помещении, чтобы звук не выходил наружу, то есть, можно поставить еще одну кирпичную стену, что не всегда готовы сделать заказчики. Или же, вот как раз установить такую конструкцию. Она имеет очень мощное поглощение и низкочастотное. И решает проблемы тишины в других помещениях. Зачем она поглощает низкочастоту? Там внутри еще какой-то материал? Да, да. Здесь двойная мембрана, разделенная виброразвязкой. Плюс, еще здесь, с внешней стороны, устанавливаются или рассеянители, или поглотители. А с внутренней стороны мы рекомендуем еще задувать околадой. То есть, это под давлением, заполняются все щели. И звукоизоляцию можно сделать очень мощную. То есть, сравнимую, наверное, с... А кабельная сеть должна быть готова? Или закладные такие же? Так, вот смотрите, кабельные сети. Во-первых, мы имеем два кабель-канала в нашей системе. То есть, по низу мы можем прокладывать силовые кабели. Но там, где силовые кабели не требуются, можно проложить, например, если заказчик от вас требует батарею, то мы выводим отсюда трубы, делаем вот здесь место под батарею, и она вместо двух модулей, например, устанавливается батарея, которая впоследствии закрывается тканью. Мы, опять же, ее не видим, она нас не отвлекает. И, в принципе, нам совершенно не важно, какого она цвета там... Следующий слайд покажу. Да, это все предусмотрено в конструкции. Соответственно, здесь мы делаем разводку или электрическую, или какую-то инженерную. Вот здесь, поскольку модули у нас установлены через вот эти расширители, у нас возникает кабель-канал, который мы используем для акустических проводов. То есть, через эти акустические провода, вот эта фронтальная стена, допустим, если у нас вот здесь должна быть установлена акустика, то мы просто-напросто в каждой акустической системе прокладываем кабель внутри этого кабель-канала. И в любой момент мы, в принципе, можем этот кабель поменять, проложить новый, если требуется. Ну, там случилось вдруг что-то, я не знаю, там акустику для бивайлинга решили поставить. То есть, еще один кабель выложить, и никакой проблемы нет. Этот кабель-канал опоясывает помещение по всему периметру. А его с чьи? 140 на... минимум на 60 или больше. Ну, то есть, это достаточно вот такой кабель-канал. Здесь можно протащить чего угодно. Слушайте, а глубина обмотра не форсирована? Да, и насколько площадь уменьшается в помещении? Площадь уменьшается в среднем где-то на 25 сантиметров. Ну, это не по полу. По полу у нас примерно 160 миллиметров. То есть, площадь пола у нас уменьшается на 160 миллиметров с каждой стороны. Сверху модулю вступают чуть-чуть, это самое большее, но заказчики обычно удовлетворяют тем, что им говорят, что по полу 160 и визуально как бы не уменьшается. Потолок тоже не сильный, да? Потолок? Потолок, те же самые, в принципе, 16 сантиметров. Сам модуль 16 сантиметров. А дальше уже в зависимости от того, насколько хорошую звукоизоляцию хочет заказчик. То есть, мы, если отступаем еще на 10 сантиметров, чтобы закачать это пространство вековатой, то вот у нас получается порядка 25 сантиметров. Если же проблема звукоизоляции остро не стоит, то модули можно практически к стене придвинуть, ну, оставить там сантиметровый, например, зазор. В этом случае у нас получится 17 сантиметров от стены. А они крепятся к стене или нет? Нет, это конструкция самонесущая. Это самонесущая конструкция, технологические, которые потом можно убрать, просто для удобства сборки. То есть, считается, это самонесущая конструкция, то есть, мы уменьшаем количество, это самое известное, количество соединений между стеной. И те соединения, которые остаются, они сделаны из специального материала для того, чтобы не служить мостиком проведения структурного шума с оболочки на стену. Основание к полу крепится как-то? Основание начинается, да, все со стартового профиля, который крепится. Он вибро-развязан? Рейка с припуском в 20 примерно миллиметров, на которую укладывается П-образное основание, которое при сборке, да, вот внизу, оно может быть разной высоты. Здесь нет второго ряда, поэтому оно 30 сантиметров примерно, ну, может быть 60, 90, 120 и так далее. В зависимости от перепада числа рядов, да, да, и вообще можем увеличить, если, допустим, нужно убрать элегантно батарею в него, да, вот. Дальше вот эти вот опорные П-образные конструкции, они ездят изначально, да, полу этому самому, чтобы удобнее было все это делать, монтировать. И по ним идет стартовый, так называемый, профиль, на которых лежат уже сами модули, тоже в пазах, они тоже ездят, как бы. И, соответственно, виброразвязка сделана и от цокольной части от пола, и модули от цокольной части. То есть, как видите, в принципе, мы получаем раз, два, три, ну, горизонтально, четыре элемента, в которых запутаться просто невозможно. Каждый элемент вставляется только одним образом. Модульный этот ящик. То есть, по-другому тоже вставить его невозможно. То есть, мы устанавливаем как направляющие, сверху устанавливаем еще один ящик. В получившиеся зазоры мы, опять же, задвигаем вот эти разделители, которые тоже только одним образом можно поставить. Запутаться тоже никак не получится. А если глубина аукустики больше, глубина много? Да, она будет торчать изнутри. То есть, фронтальная аукустика, если имеет... Насколько выступает аукустика, понятно, что это самое. Причем, можно даже и так подвинуться, и не обязательно. То есть, если 300 миллиметров, то ясный пень, что эта поверхность должна быть отодвинута на 300 миллиметров. Соответственно, это касается фронтальной стены, как колоночной, поэтому там, естественно, так и происходит. Но там более мощная звукоизоляция, там эти вещи тоже нужно учитывать, потому что надо же еще сами мониторы изолировать от стены. То есть, там припуск уже будет 35 сентября. Скажите, пожалуйста, в целом сколько будет, например, высота потолков, скажем, 2,80. Часто в подвале помещения бывают. Вот если эти 2,80, сколько останется там для клиента, 2,50, скажем? После того, как мы пол поднимем или опустим потолок? А пол мы не поднимаем вообще. Вы же говорите, там эти направляющие, тогда биброизоляция. Нет, это самое главное. Это касается фронтартового профиля. То есть с полом вообще ничего не делается? С полом, если 2,20, вообще нет смысла в подвале устраивать всех этих вот... То, что вы называете плавающими полами, то, что в студиях используется, это используется для того, чтобы не проникал внешний шум в студию. Если это в подвале, то не кинотеатр там никому не мешает. Если в жилом помещении, на восьмом этаже, например. Если это в обычной квартире. Если восьмой, тогда выкидываю бездну. Это самый плавающий пол. То есть элементы типа... Опять же, если говорить о поле, то имеет смысл, когда в тот момент, когда кладется фанера, развязывать слои фанеры вот этим материалом. А, сейчас, сейчас. Это эффективная виброгасящая мастика. Она может использоваться для постелания вообще. под фанеру, на которой опланируют слои. Да, у вас. Да. Ну, значит, плюс это гидроизолятор. Это второе, второе и третье. Сейчас еще разрабатывается так называемая мертвая фанера. Фанера... Что? Подклейкается слух? Ну, нет. С подклейкой не очень эффективно получается. То есть, если мы берем... Говорим о 12-ти миллиметровой фанере, то на заводе прессуется через жидкую вот эту, то же самое, только в жидком виде. Прессуется два слоя. Получается... Ну, так же, как примерно... Да, я делал. Вот он. Метал куда-то... Так же, как сделали металл, то же самое сделали с фанерой. Вот это очень тонкие листы металла, склеенные виброразвязывающей пленкой. Но... Но она здесь другая. То есть, если хотите, можете... Это рулоны? Или есть столы? Эти вещи, это самые рулонные, мы их используем, как правило, в прокладках. То есть, они у нас на заводе заказываются в нужной ширины, потому что там еще много чего будет. Там есть еще у нас подиумы, да, которые нужно виброизолировать и так далее. Этот металл сделан... Ну, в России, да. Для использования в качестве мембраны на низкой частоте, очень эффективной. Плюс еще из него будут крепления делаться, и будет делаться глухой по профи. Вот. То есть, вот эти две вещи будут... Ну да, вместо обычного кнауфа можно будет использовать вот этот глухой металл, который... Ну, это в других... Это в обычных конструкциях. То есть, если по ощущению придется делать что-нибудь обычное, то есть простенько, да, профили, минеральную вату, гипсокартон, на них что-нибудь наклеиваем, то можно будет пробовать и таких профилей. А материал он укладывается на бумагу или самоклейка оттирается? О, это... Он может быть. У нас все на свете. Да, все на свете. Есть нетканный материал с одной стороны, есть защитная пленка с двух сторон клеится, как угодно. Фольга может быть как угодно. И нетканный с двух сторон. Ну, кстати говоря, его мы еще не пробовали, но люди утверждают, что если прижать стартовую, например, полосу через эту, то сдвинуть эту синюю. Второй, невозможно будет, потому что она как клей работает со временем, с приличным давлением. Мы все равно это будем фиксировать, но это дело касается, как бы, большего удобства сборчива. Все пазы обрабатываются чем-то при сборке? Или пазы, которые вставляются в конструкции, она там не чем-то обрабатывается? Или просто вставляются пазы? Нет, пазы... Все конструкции красятся вибропоглощающей краской, у которой не сплошные достоинства, то есть она совершенно не пахнет специально разработанным на воде. Значит, она не влекует, у нее матовая такая поверхность, серая такая поверхность. Она, в общем, всем хороша, кроме того, что она уходит 2 кг на квадратный метр. Красятся на каком этапе? Они готовы приходят крашеные. То есть вот это уже покрашено? Нет, на это вообще не смотрите, потому что это массогабаритный этот самый, и сейчас... Ну, чтобы оценить... Сейчас это все выглядит совершенно по-другому. Вот это готовый продукт, покрашенный за счет своей краски плотопоглощающей краской. Да, она немножко такая мягкая, и когда мы устанавливаем в нее расширители, они туда входят... Это краска, она не липнет, но она не полностью твердеющая. Вот так скажем. Некая мастика, да? Ну, не мастика, она... Мастика... Мастика... Вот эти все они как бы... Ну да. И да, кстати, все материалы, которые используются вообще в этой конструкции, значит, все абсолютно не имеют никакого, включая модули, включая КПУ, КПУ не имеют никакого запаха совершенно. Скажите, пожалуйста, мастикация какая-то есть на этом... Мы сейчас готовим эту штуку красивую, такую, очень долго все идет, но просто беда вся в том, что мы ее периодически... то есть мы все хотим еще лучше все сделать, но мы лучше делаем в том смысле, чтобы это было проще и чтобы получить очень хорошую семью. Нет, вопрос такой. Вот, например, есть определенный заказ, да? И можно за все фиксировать этот шокоскоп, где разрабатывать ее под ключ, например, и потом делаем сфекацию, как вот, например, синий Мамант, или прочего, фонельный актив. Вы ее можете? Я же вот и делаю. Ну, заказчик спрашивает, а на каком основании вы... Нет у вас доверия ко мне? А, это у нас... С доверием у нас все очень легко, потому что мы работаем в эту конструкцию. Единственное, сейчас мы не можем это самое всех этих бумаг дать, потому что у нас... Нет, они сейчас, я говорю, возможность... Да, мы это все будем сертифицировать на поглощение, то есть на каждый материал будет свою бумагу, включая на модуль. То есть на этот модуль будет... Дай скажу. Можно? В том, в том, вся хитрость, что, значит, все, значит, отдельные данные по поглощению на отдельный материал, речь, конечно, интересная, правильная, немцы, наверное, даже измеренная. Но это относится только к этому материалу. Как только мы используем сложный композит, тут уже никто ничего сказать не может. Значит, мы пошли к другому пути. И поскольку мы эти вещи попробовали стандартизовать, мы в собранном состоянии разбили их на несколько частей. Значит, это будут модули рядовые. Я сейчас расскажу поподробнее немножко. Потом это будут низкочастотные поглощающие модули. Там геленгольц, щиты бикеши и так далее. Не все будут в приличном количестве. Значит, там не по одному в хорошей регуляционной комнате измерены. И мы получим характеристику на вот этот модуль. Это раз, как бы, да. То есть мы, в принципе, сможем, не знаю, будем мы это делать или нет. В принципе, я думаю, что мы технически сможем сделать просто калькулятор, по которому можно будет посчитать нужное количество модулей для того, чтобы получить ровную кривую поглощения. Это раз, значит. Второе, значит, что касается всяких кривых вот этих замечательных. Там все считается, там больше или меньше точно. Помещения же все разные, да? У вас, получается, модули все одинаковые, но они каким-то образом этот расчет как-то производится или просто на основе своего опыта? Сейчас рассказываю. Сейчас рассказываю. Нет, опыт здесь нет. Нет, надо считать, надо считать, но надо понимать, что расчеты, вещь достаточно коварные. То есть есть куча программ, там простых, сложных, там easy, каракад, вот каракад, замечательная программа, дает там со стопроцентной уверенностью можно сказать, что, вот как вы посчитаете, так и будет. Проблема только в одном. Проблема в том, что вы туда заглашите. То есть вот что вы туда заложите, то вам все это дело и будет посчитано. А вот в этом уверенно быть никогда нельзя. Потому что, например, мы даже когда сталкиваемся с производителями, мы уже очень много объездили из-за того, чтобы понять, где заказывают вот эти материалы всякие. И с людьми общаются, они все очень хорошо делают, отлично все. А когда в приватных разговорах...